Привет всем! Для тех, кто спрашивает, куда ты пропал, я уже рассказал кое-кому из тех людей, кто так или иначе обвязался в историю с Вадимом Харченко. Так вот, для тех, кто еще не знает, да, на мой канал были наложены санкции, вы сами понимаете, с чьей стороны все это прилетело, это все по-прежнему от ангелочка нашего Вадима, который, конечно же, не кидает страйков и вообще честнейший человек, но в нашей истории, видимо, мои ролики попали такие на нерв и нужно было мне, как самому крупному каналу, каким-то образом отомстить. Я был готов к страйкам, но произошло нечто иное, YouTube включил монетизацию на все существующие ролики, по-другому это называется отключить от партнерской программы, и это значит, с этого момента в течение одного месяца я работаю полностью бесплатно. Для тех, кто в танке, господа, потому что вы тут же сейчас соедините понятие бесплатно, донаты и все это в один винегрет, объясняю. Донаты это ваши личные деньги, которые у вас пытаются вытащить некоторые блогеры, ну, рассказывая, например, какие-то фантастические истории или давя на вашу жалость, но самое главное, чтобы вы ему на его счет перевели ваши собственные деньги. А монетизация это то, что YouTube обязан оплачивать блогеру за его работу на YouTube, и все те же ребята, которые просят у вас донаты, дополнительно получают еще зарплату, грубо говоря, от YouTube. Так вот, именно этого мой канал лишили. Как? Существенную санкцию перед полным закрытием канала. Вот такая вот история. Дело не столько в деньгах, сколько в возможности того, что канал Штарк просто перестанет существовать. Соответственно, теперь у меня, естественно, меньше энтузиазма здесь находиться. Через месяц, 21 июля, я буду иметь право подать апелляцию, что я, конечно, и сделаю, ну, а дальше будет видно. Поэтому до 21 июля я буду появляться крайне редко. Дальнейшее существование канала вообще будет непонятно, вернется ли монетизация, или они рассчитывают, что я так и буду работать каждый день, заливая по ролику просто так, даже не за спасибо. В общем, этого они от меня не дождутся. Что касается Вадима Харченко, конечно же, я ни на секунду не жалею, о чем я сказал. Самое главное, чтобы подняли этот вопрос. За правду и справедливость нужно бороться. Если есть жертва в этой борьбе, что ж теперь, на то она и борьба. Так что я ни от чего не отказываюсь. В случае, если мне будет что сказать о Вадиме Харченко, еще скажу. Самое главное, чтобы он понял, что в следующий раз просто так развести людей без общественной реакции ему не удастся. Ну, а теперь статья Виктора Шендеровича без каких-либо дополнительных эффектов. Просто статья. Кому нравится, слушайте. Кому не нравится, ищите другие темы. Всего доброго. С большим опозданием узнал, что в программе «Познер» с участием Максима Галкина была упомянута и моя скромная персона. Заинтересовался, разумеется, посмотрел. Во-первых, должен сказать, что Максим Галкин мне понравился. Он был гораздо откровеннее, чем я мог предположить, и показался совершенно органичным. А органика поведения – штука почти самоценная. Но вот по сути сказанного есть пара соображений. Итак, Максим сам без наводки «Познера» решил ответить в эфире на вопрос, заданный новой газетой. Почему Галкину можно, а Шендеровичу нельзя? К некорректности этого вопроса я постараюсь вернуться чуть позже. А ответил на него Максим так. Потому что он оппозиционер. И позиционирует себя как оппозиционер. И его сатирическое жало направлено на борьбу с властью. Самое обаятельное в этом объяснении – это чистосердечное признание в эфире Первого канала о запрете на профессию для оппозиционеров в России. Причем ни Галкин, ни Познер этого, похоже, даже не заметили. Просто констатировали, очевидно, и пошли дальше. Получилось смешно. Но главное, Галкин ненароком поставил смысловую телегу впереди лошади. И Познер этого тоже не заметил. Или предпочел не заметить, уж не знаю. Это я по поводу позиционирования оппозиционеров. Старожилы помнят, много лет я был просто всего лишь сатириком. Высмеивал политиков и дефекты власти, потрунивал над косностью, делал саечку, демагогам показывал язык дуракам. И хотя в 90-е успел походить в генпрокуратуру, но все это были лишь эксцессы, связанные с человеческим фактором, истерика должна снова лица, донос депутата, прокурорское усердие. Это было дефектом конструкции, а не ее предназначением. Путин приступил к системному уничтожению свободы слова. Потом-то он превратил в труху все свободы. А разминался как раз на НТВ. Нас начали закатывать под асфальт, и оппозиционером я стал в процессе закатывания. Да, знаете ли, когда тебя закатывают под асфальт, начинаешь помаленьку оппозиционировать асфальтовому катку и человеку с доброй улыбкой, сидящему за его рулем. А потом, когда запретом на профессию дело не ограничивается, и каток начинает давить уже насмерть, и в товарных количествах, а общий счет погибших на путинских войнах идет на десятки тысяч жизней, начинаешь кричать криком о необходимости выковырять наконец этого маньяка из кабинета управления. Так становишься оппозиционером. Не только сатирики. Причем тут вообще профессия? И в антифашисты люди шли не за оппозиционированием, а от невозможности жить при таком строе. Лично Галкину в этом пункте непримыкания к оппозиции претензий нет. Как говорил Мантель, нас мучают не вещи, а наше представление о них. И Максим даже может сказать это по-французски. И если эти вещи его не мучают, он имеет полное право оставаться в своем широком, щедром и добром отношении к ворам и убийцам-персонажам своих милых пародий. Но заниматься смысловыми подменами в отношении других все-таки не стоит. Нет, это не я стал позиционировать себя как оппозиционер. Это переродившееся государство сделало невозможным мое прежнее существование. И два образованных господина, столь свободно владеющие иностранными языками, могли бы однажды назвать вещи своими именами. По-русски. Тут самое время вернуться к некорректности вопроса, сформулированного новой газетой. Нет, братцы, то, что нельзя Шендеровичу, Галкину тоже, разумеется, нельзя. Это сегодня нельзя никому. Про коса на цепленную бабочку или привычку опаздывать на здоровье, про депутатов-чиновников милости просим, про Медведева хоть вообще оборжись, только спасибо скажут, а уж после Масляковского КВН-а гарант вообще весь в слюне сидит, только не оплеванный, а облизанный почему-то. Границы, дозволенные иронией, в эти 20 лет колебались очень заметно. Они зависели и от высочайших ветров, и от частной дрожи. Но территория жестокой смысловой сатиры, на которую имею честь работать я, мои лучшие коллеги по жанру, назову навскидку, Игорь Иртеньев, Евгений Шестаков, Сергей Плотов, давно находятся под тотальным запретом в местах массовой коммуникации с населением. Если в прайм-тайм на первом канале вы услышите убойный текст из фейсбука Шестакова или стишок Плотова, поглядите в окошко, как тот персонаж Эрдмана на месте ли советская власть. Скорее всего, уже нет. А до тех пор сатира не пройдет по конкурсу, ее объекты сидят в жюри. По скриптум. И короткий комментарий к пассажу Максима Галкина о бессмысленности диссидентства, о котором, к его чести, он высказался с большим уважением. Цитата. Колесо вертится, сказал Максим, и ни один оппозиционер это колесо не остановил, и в какой-то момент думаешь, хочется жизнь прожить счастливую не в борьбе. Опять телега впереди лошади. И даже не хочется иронизировать по поводу столь различных представлений о счастье, а хочется лишь снова процитировать Леца. И даже, пожалуй, с красной строки. Цена, которую нужно платить за свободу, падает, когда растет спрос. Потому-то и не удается остановить русское авторитарное колесо, что на одного родящего или герцена, которые пытаются это сделать традиционно, приходятся миллионы их современников, которым хочется жить, прожить счастливую, прожить не в борьбе. Виктор Шендрович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова